У меня под контролем 5 пунктов централизованной охраны и все они связаны с техническими средствами охраны. Соответственно, утром доклад. Зайник, слушай. Потом, ну как у всех, умылся, побрился, позавтракал на работу, утром планерка совещания. Это аэродинамический горб. То есть он, ну когда вот в таком положении прячешься за ветровое стекло и шлем отводится практически полностью назад. И завихрение воздуха снижается за счет вот этого горба. Любая работа, по-моему, связана с какими-то нервными напряжениями. И от них очень легко можно отодвинуться, вспомнив тот же поворот камикадзе. Либо вот эту вот шикану, когда быстрая перекладка и вот эти вот действия, они настолько, ну скажем так, меня во всяком случае эмоционально уводят от проблем насущных. Что, ну я, наверное, стал более спокойным, более сдержанным в отношениях, в высказываниях, в действиях своих. Все это должно происходить на инстинктах, на каких-то до автоматизма отработанных действиях. Чем меньше думаешь, тем быстрее едешь. Без страха тоже ездить нельзя, потому как это приведет моментально к падению. В прошлом году у меня, к сожалению, была травма. Я, опять же, здесь упал немного и порвал связку. Я месяц ходил с повязкой, для меня это было прям катастрофа. Я не мог ничего делать, ходил, поглаживал мотоцикл, периодически приезжал сюда. К любым мотоциклистам отношусь хорошо. То есть у каждого свое хобби, у каждого свой кайф. Байкер, который ездит на чиперах, на больших мотоциклах, я считаю, что можно ездить кому-то за 50 на таких мотоциклах, чтобы, как я обычно говорю, подмышки проветривать, либо еще что-то такое. Пока молод, надо двигаться, движение за жизнь. У всех, наверное, воспоминания с детства, они очень теплые, очень хорошие. А у меня они еще и связаны с планетой. Этот звук одноцилиндрового мотоцикла, он ни с чем не передаваемый. Ишь, планета, это был мой первый мотоцикл, очень тяжелый для меня, для маленького. Начал я ездить очень-очень рано, до подножек не доставал, меня садили на мотоцикл сверху, ну, соответственно, заводили, чтобы остановиться где-то, и, соответственно, я прижимался к заборчику и останавливался таким образом. Ну, было круто. Субтитры подогнал «Симон»